Добрый день! В этом году мы отмечаем две, можно сказать, поворотные исторические даты. 14 августа исполнилось 20 лет с момента издания печально известного указа президента Бориса Ельцина о введении в действие системы приводиционных чеков. А 23 декабря исполнилось 20 лет с момента объявления Верховным Советом РСФСР о переходе ко всеобщей бесплатной приватизации жилищного фонда. И та, и другая даты связаны со словом приватизация. Но только в первом случае это слово обычно употребляется в негативном смысле – грабительская приватизация. А во втором случае каких-либо оценочных суждений не требуется. Ваучерная приватизация – это чубайс. И этим все сказано. Несправедливость. Приватизация жилья – это право граждан на жилище. То есть справедливость. Несправедливость требует своего устранения. Это понятно. Справедливость же, напротив, требует надежной защиты со стороны закона. И то, и другое понятно. На этом исторические воспоминания можно было бы закончить, если бы не две горячие новости. 4 сентября в газете «Московские новости» была опубликована совместная статья главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и депутата российского парламента Андрея Исаева под заголовком «Три запроса России к Путину». Цель статьи – доказать, что Владимир Путин есть именно тот человек, который нужен сегодня России. Не будем с этим спорить. Это бесспорно. Обратим внимание лишь на второй раздел статьи, в которой формулируется запрос России к Владимиру Путину в части обеспечения социальной справедливости. В нем, в частности, содержится следующее предложение. Мы считаем, что следует объединить все имущество, находящееся в государственной собственности и доставшееся от Советского Союза, государственный пакет акций «Газпром» и «Роснефти» и другое в единый фонд, правом на получение дивидендов от которого будут пользоваться лица, родившиеся в Советском Союзе до определенного периода, например, до 1 января 1991 года. Дальнейшая возможность использования может быть следующая. Либо лица будут наделены акциями, которые нельзя продать, а можно только передать по наследству, но которые позволяли бы перечислять прямые дивиденды от деятельности соответствующих государственных компаний. Либо средства будут направляться решением общепризнанной общественной комиссии на такие социальные цели, как поддержка детского спорта, поддержка пожилого поколения и т.д. Одновременно государственные корпорации и компании с участием государственного капитала, а вслед за ними и другие крупные компании, должны наделить своих работников, проработавших на том или ином предприятии не менее пяти лет, акциями данного предприятия с правом получения дивидендов. Михаил Шмаков, Андрей Исаев. Три запроса России к Путину. Московские новости. 4 сентября 2012 года. Авторы статьи назвали свою программу «Антиваучер». Это первая горячая новость. Вторая новость. 29 августа глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении комплекса мер по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов. Заметим, все утвержденные в распоряжении поручения должны быть выполнены не позднее 4 квартала этого года. Из этого можно сделать вывод. Что федеральная власть всерьез намерена завершить бесплатную приватизацию жилья в России 1 марта будущего года, как это и предусмотрено действующим законодательством. Две предыдущие попытки ее планового завершения, как известно, провалились. Итак, с одной стороны, завершается бесплатная приватизация жилья. И с другой стороны, предлагается компенсировать гражданам СССР несправедливость ваучерной приватизации. Любопытное историческое совпадение. Можно вспомнить, что в 90-е годы бесплатная приватизация жилья рассматривалась рядом экспертов именно как компенсация за несправедливость ваучерной приватизации. На достоверность этой версии указывает сама хронология событий. Итак, 14 августа 1992 года Ельцин подписывает указ о начале ваучерной приватизации. 14 октября подписывается новый указ, разрешающий использовать ваучеры для приватизации жилья. 14 декабря Съезд народных депутатов РСФСР отклоняет предложенную Ельцином кандидатуру Егора Гайдара на босс главы правительства России. Главой правительства России становится Виктор Черномутин. И, наконец, 23 декабря Верховный Совет вносит поправки в закон о приватизации жилищного фонда, гарантировать бесплатность как основной принцип приватизации жилья. Трудно сказать, действительно ли хотел Ельцин своим указом от 14 октября ослабить народное недовольствие ваучерной приватизации. Но исторически так получилось, что Верховный Совет перечернул это его намерение. Если оно даже имело место. В дальнейшем специалисты по жилищному праву придумали для объяснения смысла бесплатной приватизации жилья специальную концепцию. Концепцию возвращения долга. Понимать эту концепцию можно двояко. Но прежде небольшая цитата. Да что такое в самом деле? Что я у правы что ли не найду на вас? Я на 16 тершинах здесь сижу и буду сидеть! Убирайтесь из квартиры! Ва! Этот налог Шарикова есть очень хорошая иллюстрация того, что есть на деле социальной справедливости. Социальная справедливость есть не просто констатация несправедливости, допущенной в отношении конкретного человека. Это есть еще и требования, обращенные к обществу. Устранить эту несправедливость. Как если бы виновником этой несправедливости было само общество. Именно общество должно разобраться в том, имеет ли место быть несправедливость, и если имеет, устранить ее. Но если имеет место быть всеобщая несправедливость, как, например, всеобщий дефицит жилья, то для того, чтобы разобраться с каждым отдельным случаем, требуется время. Так появляется очередь за социальной справедливостью, как, например, очередь на улучшение жилищных условий. Для сравнения, требование справедливости, обращенное к рынку, это требование справедливой цены. Если справедливая цена недоступна, то человек просто отказывается от покупки. Однако, если требование справедливой цены адресуется обществу, то это уже требование социальной справедливости. Очередь на улучшение жилищных условий сохраняется и сегодня, несмотря на все усилия государства. И это лишь доказывает, что как таковая жилищная потребность ненасыщаема, хотя бы в силу того, что в семье рождаются дети. Люди всегда будут планировать улучшение своих жизненных условий. Это нормально. Именно поэтому жилищный вопрос не будет решен никогда. В 50-е годы квартира в Хрущевке воспринималась как долгожданная индивидуальная свобода. Это был прорыв. О, это братсон! Хожу и жмурюсь! Такой, понимаешь, это простор! Такая воля! Гуляй не хочу! Ну, есть, конечно, что подделать. Там валы и прочие. Я как утром встал сразу за дрель. Льву там тоже очень понравится. Но это не так уж важно. Не скромничай тебе там жить! Но сегодня это лишь символ морально устаревшего ветхого жилья. Однако вернемся к Шарикову. На чьей стороне современный зритель в этом конфликте? На стороне Шарикова или на стороне профессора Преображенского? Интересный вопрос. Кстати, данного рода конфликт, так называемый «Застойные годы», был уже невозможен. Административное вселение стало редкостью, а выселение тем более. Советские люди стали воспринимать свою законную жилплощадь как личное владение. Именно по этой причине и была обречена на провал платная приватизация жилья. Люди не понимали логики государства. Сначала нам дали жилье бесплатно, а теперь требуют его выкупа. Бесплатная приватизация была единственным возможным решением. Советские люди получили то, что государство им обещало, а те, кто так не считали, остались в очереди на улучшение жилищных условий. И таким образом бесконечная очередь превратилась в бесконечную приватизацию. Опять же в силу того, что в семье обычно рождаются дети, а потом и внуки. И здесь в контексте предложенной Шмаковым и Исаевым программ антиваучер возникает коварный вопрос. Почему право на приватизацию жилья не было даровано исключительно советским людям? Ведь если мы говорим о возвращении долга, то по отношению к советским людям эта компенсация выглядит как справедливость. Или как? Программа антиваучер была оценена большинством экспертов как очередная утопия. И понятно почему. Достаточно задать только один вопрос. Какова будет доля каждого советского человека в капитале вновь образуемого фонда? И каковы будут дивиденды? Если это будут мизерные суммы, а управляющие общим фондом будут иметь огромные зарплаты и бонусы, то мы получим новое зримое доказательство того, что социальная несправедливость обычно порождает свою противоположность. Несправедливость. Строго по Джорджу Оуру. Все животные равны, на некоторые ровнее других. И все же надо признать, в программе антиваучер есть своего рода рациональное зерно. Особенно если вспомнить нынешние пенсионные мучения правительства. Откуда взять деньги на будущих российских пенсионеров? Однако все упирается в главный вопрос. Вопрос общественного контроля. Если принять предложение Шмакова и Исаева, то деятельность всех государственных компаний должна быть абсолютно прозрачной. Как этого достичь, я не знаю. Но само требование такого рода прозрачности весьма актуально, как мне кажется. О справедливости, предложенной Михаилом Шмаковым и Андреевым Исаевым, программы компенсировать советским людям допущенную в 90-е годы несправедливость, скажу просто. «Я лицо заинтересованное, а потому воздержусь». Слово молодому поколению россиян. И в завершении, по традиции, советская песня. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидится нам. Мои номера телефонные, разбросаны по городам. Заводится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется грудь. Мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес Советский Союз.